За прошлый год адресную социальную помощь в нашем городе получили 3709 семей или 18 016 человек, сообщили сегодня в Центре занятости. В связи с введением режима ЧП в процедуру получения данной помощи введены некоторые послабления. Гражданам, получавшим АСП за 4 квартал 2021 года, будет автоматически продлено ее получение и на первый квартал этого года без обращения в Центр занятости. При этом хочу сделать уточнение, что будет учитываться доход за 4 квартал 2021 года. Необходимо будет предоставить справки об алиментах, справки с места с работы, в случае если человек был без отпуска, без сохранения зарплаты. Также будет составляться акт обследования материального положения. В случае изменения адреса проживания, контактных телефонов, необходимо уведомить об этом Центре занятости населения. На первый квартал текущего года размер черты бедности в Казахстане составил 24 920 тенге, то есть 70% от прожиточного минимума. 11 января в своем обращении к гражданам страны президент затронул ряд социальных вопросов, которые необходимо решить в этом году. Пару из них – это увеличение продолжительности участия в молодежной практике и в проекте «Первое рабочее место». Если раньше по молодежной практике было 6 месяцев, то в этом году планируется увеличить до 12 месяцев «Первое рабочее место» до 18 месяцев. Пару из них планируется увеличить размер безвозмездного гранта до 400 мрп. Сейчас это составляет свыше 1 200 тенге. Хочу напомнить, что эти гранты безвозмездны для открытия собственного дела. Еще одним из решаемых вопросов стало поднятие уровня минимальной заработной платы – до 90 тысяч тенге. Ну а пока на сегодняшний день Актюбинский центр занятости работает в штатном режиме. И основными причинами обращения актюбинцев сюда являются трудоустройство, получение АСП и консультации по проекту «Бастау Бизнес». Глад Рогушев, Жасул Анжубаев, программа «Факт».